Угроза ядерного конфликта, десятилетиями витавшая в воздухе, вновь стала частью глобальной политической повестки. Этот видеоматериал – не попытка запугать, а стремление объективно и научно разобраться в природе ядерной угрозы. Мы отделим факты от голливудских мифов, объясним физику разрушительных явлений и дадим информацию, основанную на научных данных и протоколах гражданской обороны. Атомный взрыв – не просто большой бабах. Откуда берется энергия? В основе ядерного оружия лежат два процесса – деление, ядерный взрыв. Нейтрон попадает в ядро нестабильного атома урана-235 или плутония-239. Оно расщепляется на два осколка, высвобождая колоссальную энергию и два-три новых нейтрона. Эти нейтроны, в свою очередь, расщепляют следующие ядра. Начинается цепная реакция, которая за миллионные доли секунды охватывает весь объем вещества. Так работала бомба-малыш, сброшенная на Хиросиму. Синтез – термоядерный взрыв. При сверхвысоких температурах и давлении ядра легких элементов, например, изотопов водорода, таитерия и трития, сливаются, образуя более тяжелые ядра и выделяя еще больше энергии. Это реакция, питающая Солнце. Такое оружие – водородные бомбы – обладает на порядке большей мощностью. Мощность ядерного взрыва измеряется в тротиловом эквиваленте. Килотонна – эквивалент одной тысячи тонн тротила. Мегатонна – эквивалент одного миллиона тонн тротила. Важный нюанс – ущерб растет нелинейно. Удвоение мощности взрыва увеличивает радиус разрушения не в два раза, а примерно на 25-30%. Так, 10-мегатонная бомба – это не в 500 раз мощнее 20-килотонной Хиросимской, но радиус ее тотальных разрушений будет больше примерно в 15-20 раз.